Здравствуйте, дорогие друзья! Мы представляем вторую передачу цикла, посвященного двигательным расстройствам. И я очень рада представить человека, который оказал огромное влияние на формирование неврологии как науки в нашей стране и двигательных нарушений в том числе, Олега Семеновича Левина. Здравствуйте, Олег Семенович! Здравствуйте! Я хочу сказать, что Олег Семенович еще является моим руководителем, поэтому я хочу воспользоваться сегодня ситуацией ведущей и буду задавать, Олег Семенович, те вопросы, на которые я, может быть, где-то стеснялась задать на работе. Или нам, может быть, не хватало времени, и я хочу сегодня так немножко вас расспросить. Замечательно! Как раз у меня возможность вам ответить все, что я думаю. Олег Семенович, скажите, пожалуйста, когда читаешь международные журналы, там все-таки чаще расстройство движений. Расстройство движений – это огромный спектр заболеваний. У нас в стране все-таки чаще принято экстрапирамидные расстройства. Почему? Дело в том, что вначале был термин «экстрапирамидные нарушения». Он появился где-то с 1912 года, тогда, когда Александр Киндер-Вильсон писал свою болезнь, гепатеринтикулярную дегенерацию, и придумал такой термин «экстрапирамидная система». Болезни экстрапирамидной системы были названы экстрапирамидными нарушениями, экстрапирамидными заболеваниями. Сейчас этот термин до сих пор в ходу не только в нашей стране, но часто его используют и до сих пор в Соединенных Штатах Америки. А вот в Англии, благодаря человеческому фактору, в основном благодаря усилиям знаменитого английского невролога Дэвида Маздена, который действительно сформировал современную картину этой области неврологии, вот заменили этот термин на термин «moumandisodes», то есть расстройство движений. Просто на двигательные нарушения, а расстройство движений. То есть он более сложный термин. И надо сказать, что здесь было два, две причины. Первая причина – это связь, которая выявлена между всеми участниками контроля за движением, то есть между мужичком, пирамидным трактом, всеми экстрапирамидными структурами. Оказалось, что нет вот такой экстрапирамидной системы, которая анатомически отличается от пирамидной. Они все очень тесно взаимодействуют, и поэтому всегда, когда есть, например, тремор, у нас участвует мужичок. Когда есть пирамидный синдром, то там участвуют те структуры, которые традиционно относятся к экстрапирамидной системе. Когда у нас возникает, например, какой-то экстрапирамидный синдром, то есть дистония, там тоже участвует мужичок. И поэтому вот не стало понятие экстрапирамидной системы и системы контроля над движением. Есть еще одна очень важная особенность, из-за которой вот этот термин стал в международной практике более частым. Дело в том, что термин экстрапирамидный, он требует объяснения. Больные, когда не узнают, что у них экстрапирамидный какой-то синдром, они очень долго бывают в неком недоумении. Что же это такое за болезнь такая, что же это с ними приключилось. И поэтому действительно пациенту очень важно понимать, что с ним происходит. И поэтому термин экстрапирамидный был немножко с оттенком стигматизированности. Термин мумодизодес более понятен, более легко употребляемый, и поэтому он стал более широко применяем. Но в нашей стране, тем не менее, все-таки счел бы возможность оставить термин экстрапирамидные синдромы, экстрапирамидные расстройства, экстрапирамидные заболевания, поскольку вот этот термин, он более четко очерчивает ту область неврологии, которой мы занимаемся. Действительно, расстройство движения – это очень много всего. Это и мужичок, и проличи, и мышечная слабость при миопатиях. Это очень много всяких различных заболеваний. Экстрапирамидные расстройства – это все-таки более четко очерченный термин, за которым стоит четкое клиническое содержание, поэтому, на мой взгляд, этот термин все-таки имеет смысл оставить. Другое дело, что мы действительно живем не за большим забором, не за железным занавесом. Нам приходится все-таки учитывать, что расстройство движения – это термин, который стал международным. Поэтому я пока вот в этом раздраю, и пока точно тоже не знаю, чем дело закончится. Экстрапирамидные заболевания пациенты очень часто, да, сложно выговаривать. Да, я, кстати говоря, мы немножко перейдем к книжкам, которые лежат на этом столе. Я просто покажу вот эту книжку, которую мы в свое время издали по экстрапирамидным расстройствам. Это было, по сути дела, первое фундаментальное руководство, которое вышло с участием всех ведущих специалистов. И нашей страны, это были специалисты и нашей кафедры, и Института неврологии, теперь который называется Ночный центр неврологии, и Первого медицинского университета московского. Вот мы собрали здесь такой звездный состав. Но самое интересное – нет, самое интересное – это вот этот рисунок, который видите на обложке. Художник, который делал эту обложку, не знал, что такое экстрапирамидный. И решил, что это что-то за пределами пирамид. Вот эта маленькая пирамида за пределами пирамид, она как бы отражает вот саму непонятность этого термина. И поэтому, тем не менее, обложка получилась очень неплохой. Алексей Милович, а у меня, вы видите, она, во-первых, зачитана до дыр. Это моя собственная книжка, которую я принесла. Она зачитана до дыр, и у меня, соответственно, вопрос, вообще планируется переиздание. Потому что эта книга актуальна и сегодня тоже. И эта книга, настольная книга многих паркинсонологов, людей, которые занимались и занимаются экстрапирамидными заболеваниями. Да, Катерина Витальевна, ближайший месяц будет книга, которая немножко отличается по своей структуре, естественно, от этой книги. Но она будет достаточно большой, и в ней будут рассмотрены все основные экстрапирамидные синдромы. Она будет называться экстрапирамидные синдромы. Это замечательно. Олег Семенович, скажите, пожалуйста, ну вот вообще болезнь Паркинсона, такое, да, самое фундаментальное, скажем так, хорошо изученное заболевание. И вот здесь мы видим эссе о дрожательном параличе, который опубликовал Джеймс Паркинсон, да, 200 лет прошло с момента публикации. Вообще сейчас можно ли описать, вот вообще реально, он же описал пациентов, которых видел, часть пациентов видел на улице, правильно? Он всего описал одного пациента, которого он долгое время наблюдал. Всех остальных он видел либо мельком, либо вообще видел их вот так проходящих мимо. Вот это совершенно удивительная история, надо сказать, что было очень распространено мнение, что Джеймс Паркинсон сам страдал болезнью Паркинсона. И возможно, что мы не знаем его портрета, ровно потому, что этот портрет бы нам раскрыл, заболел ли он на самом деле, боюсь не Паркинсона или нет. Потому что если в интернете вводишь поиск, да, Джеймс Паркинсон, всегда видим вот эту фотографию, но на самом деле, да, это не Джеймс Паркинсон, это не его фото, его фото не сохраняется. В Гомере три фотографии, которые претендуют на фотографии Джеймса Паркинсона, но ни одной у нас нет реальной фотографии, ни одного изображения вообще нет. Как будто речь идет о Гомере или о Шекспире, изображение которого тоже достаточно проблематично. Вот какой-то мифический такой персонаж, это Джеймс Паркинсон. Надо сказать, что вот представление о том, что он сам болел болезнью Паркинсона, не похоже на фейк такой типичный. Это фейк, который появился в том числе, я недавно, например, листал учебник по неврологии, нервной болезни 1939 года, который издали под редакцией Маргулиса и Пропера. И вот в главе про болезнь Паркинсона, которую написал Пропер или Граченков, как его потом называли, тут тоже есть какая-то загадка, что была настоящей фамилией Пропера или Граченков. Но это особая история. И там было написано, что болезнь Паркинсона описана Джеймсом Паркинсоном, который страдал этим заболеванием. Вот отсюда очевидный первоисточник вот этого заблуждения. Алексей Милович, а Вы всегда хотели заниматься двигательными нарушениями? Как получилось так, что Вы начали заниматься двигательными, а потом и когнитивными нарушениями? Я даже помню тот день, когда я решил этим заниматься. Это было на берегу Балтийского моря, это было в городе Пионерском, такой есть маленький городок Калининградской области. И там я попал в дом престарелых, как ни странно. И там, наблюдая за этими больными, которые были исключительно интересными, я понял, что это то, что самое привлекательное есть в медицине. Я был тогда в интернатуре по неврологии. Олег Семенович, ну вот еще хотел спросить про Фридриха Леви, да, Фридрих Леви, Фридрих Леви, как правильно, Леви или Леви, да, часто... Нет, здесь действительно лучше правильно, действительно правильнее произносить Леви, поскольку он жил в Германии, и вот в Германии все фамилии произносят с ударением на первом. Слоги – это из общих соображений, хотя здесь, возможно, какие-то варианты, но мы теперь вот как-то действительно склонны к тому, чтобы произносить Леви. И Фридц его, как бы, чаще называют, вот, Фридрих или Фридц. Вот, кстати говоря, потом, когда он переехал в Германию, в Соединенные Штаты Америки, он спасался от фашизма, он стал себя называть Льюин. Льюин? И поэтому американцы, вот эти Тельца, которые, кстати говоря, придумал называть Тельцами Леви наш соотечественник, Константин Третьяков, Николай Третьяков, вот, это действительно еще один очень важный персонаж в истории экстрапирамидной патологии. Вот, мы еще вернемся частично к Леви, и надо сказать, что Леви был первым, кто описал включения в глубинных структурах мозга при некоторых, наверное, генеративных заболеваниях, хотя он не нашел этих включений в черной субстанции, он нашел их, скорее, в безымянной субстанции или в том, что мы теперь называем ядром Мейнерта. То есть, на самом деле, он описал в большей степени тех больных, у которых мы бы сегодня диагностировали деменцию с Тельцами Леви. Вот, связать Тельца Леви черную субстанцию и паркинсонизм смог только Константин Николаевич Третьяков, который, по сути дела, работал в клинике Сальпетриера под руководством Пьера Мари и Маринеску. И его, по сути дела, кандидатская диссертация была посвящена вот этой проблеме. Вот мы 100-летию со дня издания, со дня защиты кандидатской диссертации Си Николаевича Третьякова выпустили вот эту книжку «Паркинсонизм и черная субстанция», где впервые была переведена на русский язык полное содержание его диссертации. И мы теперь можем посмотреть, насколько это было очень филигранно написано, так скажем. Но Константин Николаевич вернулся, да? Он же вернулся в Саратов и далее заведовал... Константин Николаевич на самом деле был очень интересный личностью. Он вернулся вначале не в Саратов, он вернулся вначале в Бразилию, он поехал в Бразилию. В Бразилии он не задержался, ну, то ли там у него не сложились отношения, но надо сказать, что у него было довольно продуктивное пребывание в Бразилии, он организовал журнал, он, по сути дела, возглавил всю патомархиологическую службу нового госпиталя, которое построили в Сан-Паулу. Теперь Сан-Паулу – это грандиозный город, тогда это была достаточно небольшая, может, не деревня, но такой небольшой городок. Но там построили действительно настоящий госпиталь, который мог конкурировать по части оснащенности с Альпетриером, и ему показалось, что там он найдет себе способ действительно заняться научной работой, но оказалось, что он действительно там встретил не очень добрые отношения, и он постарался вернуться в Россию. К тому же его звал Вадим Михайлович Бегтерев, еще одна фигура, которая сыграла очень важную роль в развитии пистопирамидной патологии. Надо сказать, что термин «экстрапирамидный» скорее всего предложил действительно Бегтерев. Это произошло в 1906 году в его немецком издании «Руководство проводящие пути». Дело в том, что многие книги тогда, которые прежде чем издавались на русском, издавались на немецком. Это были книги российских авторов. Сейчас об этом трудно очень понять, но действительно вот книга Бегтерева, она действительно очень быстро была переведена на большинство языков всего мира. И это отражает действительно влияние Бегтерева не только на нашу неврологию, но и на неврологию вообще всего мира. Бегтерев был одним из тех, кто пригласил Третьякова обратно в Россию. Третьяков приехал и оказался в Саратове. Действительно, там у него была достаточно сложная жизнь. Его сделали завкафедрой. По результатам участия в Великой Отечественной войне Третьяков был принят в Ченкоры Академии наук. Но вскоре после этого действительно против него была организована кампания. И в результате он скоро отошел от должности завкафедры и достаточно быстро умер после этого. Достаточно тяжелая биография, но тем не менее вклад, который внес Третьяков, он, безусловно, очень важный. Ну да, во всех, я когда готовилась и читала исторические какие-то очерки на английском языке, там везде, конечно, Константин Николаевич Третьяков упоминается. Третьяков все равно упоминается. Да, Олег Семенович, а по поводу телец Леви. Болезь Паркинсона все-таки раньше была описана, да? То есть деменция с телцами Леви уже описана была гораздо позже, да? Она была описана позже, потому что в коре телец Леви очень трудно выявляются. Они выявляются совершенно не так, как в подкорковых структурах. И поэтому деменция с телцами Леви, по сути дела, это, на мой взгляд, такая двоюродная сестра болезни Паркинсона, даже родная сестра, они очень близко друг к другу и по клинике, и по патоморфологии, по подходам к диагностике и лечению. Вот эта болезнь, эта форма была описана в 60-70-х годах в основном благодаря усилиям японских неврологов. Только потому, что в Японии до сих пор сохранился обычай, что те врачи, которые ведут больного, они участвуют, очень активно участвуют, или даже ведут под морфологическое исследование этого больного. Поэтому, когда несколько больных были удивительно, отличались по клинике от других больных, провели японцы патоморфологические исследования, выявили, что у этих больных выявляется телеца Леви в коре. Вот после этого действительно возникло представление о деменции с телцами Леви. А вот вопрос такой. В принципе, при изучении патологии базальных ганглиев, традиционное представление о топической диагностике, как в общей неврологии, они не совсем подтвердились. И если мы говорим об общей неврологии, то мы обычно четко связываем с топикой. Все-таки в отношении двигательных, экстрапирамидных нарушений существует какой-то другой подход? Я думаю, что здесь действительно некая типология пространства немножко другая. Мне кажется, что в свое время мы будем иметь достаточно точную топическую диагностику, и в случае поражения подкорковой структуры, просто она действительно отличается от той классической топической диагностики, которая имеет место при поражениях, которые объясняют развитие пирамидных трактов или мужичковых трактов. И все устроено немножко не так. Здесь есть так же, как и в большой топической диагностике, например, самототопическое строение. Мы можем связать поражение тех или других частей, например, скорлупы или бледного шара с увлечением определенных частей тела. Поэтому, например, гиперкинезы, которые входят в понимание экстрапирамидных нарушений, они могут быть только в одной руке, только в одной ноге. И это отражает вот эту самототопику, которая присутствует в структуре базальной ганги. Ну, конечно, здесь более сложные корреляции и более сложные подходы. Но современные нейрофизиологические исследования, тем не менее, позволяют все-таки этот вопрос решать лучше. И в этом случае помогают методы функциональной нейровизуализации. Эти методы функциональной нейровизуализации современной, они действительно позволяют совершенно по-другому взглянуть на роль, на участие базальной ганги в деятельности мозга. И поэтому, я думаю, что вскоре наше представление о топике процесса будет более точным. Точно. Но вообще, когда мы смотрим пациента с экстрапирамидным расстройством, мы как бы феноменологически тоже должны... То есть, вот вы спорите с коллегами, вернее, коллеги, я не знаю, спорят ли с вами по поводу того, что мы видим. Миоклонус мы видим, или тик, или... То есть, в этом же тоже четкие определения есть, но иногда, когда смотришь на пациентов, иногда сложно сказать сразу, что за гиперкинез мы видим. Безусловно. На самом деле, вот это одна из сложностей преподавания экстрапирамидных нарушений. Дело в том, что, вообще-то говоря, вот невозможно научиться этой области неврологии по книжке. Вот только когда кто-нибудь тебе покажет и скажет, что вот это хорея, вот это дистония, вот это тик, ты начинаешь понимать, что это действительно хорея, дистония, тик. Тебе надо, чтобы кто-то рассказал. Вот знания, связанные с экстрапирамидным нарушением, они передаются от человека к человеку, это контагиозно. То есть, невозможно научиться экстрапирамидным нарушениям, если тебе кто-то не рассказал про них. И я бы сказал, что они передаются от глаза к глазу. Вот, потому что они требуют вот особой наблюдательности, они требуют особого, вот какого-то зрительного интеллекта. Вот так мы можем сказать. То есть, человек должен видеть вот те нюансы, которые позволяют отличить различные формы гиперкинезов. Именно поэтому, вот, и была еще одна причина, о которой мы чуть-чуть позже коснемся, вот, в свое время было предложено выделить вот ту область, которая занимается экстрапирамидными нарушениями, в отдельную область, которая, вот, была выделена в качестве, вот, клиник расстройств движения. Вот, это сделали, по сути дела, два человека. Вот, в Соединенных Штатах Америки это сделал Стэнли Фан, кстати, который является выходцем из Западной Украины. Да? Вот, около Львова есть большое село, где до сих пор живут одни фаны. Да? Да, там одни фаны, там все, 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 всех односельчан, фамилия Фан. И, там, туда приезжал Стэнли Фан, Янович Санодский, который работает в Львове, это наш друг, очень, очень дружим. Вот, он привозил Стэнли Фана на кладбище, где покоится его сестра. Вот, поэтому Стэнли Фан какое-то отношение к нам все-таки имеет. Да, второй человек все-таки не имеет там никакого отношения, это Марсден. Марсден, Дэвид Марсден, это английский невролог, мы о нем уже говорили. Вот, Дэвид Марсден и Стэнли Фан, по сути дела, организовали сеть клиник расстройств движения, которая, ну, совершенно изменила систему оказания помощи таким больным. Теперь все врачи, которые оказывали помощь больным с экстрапиамидными нарушениями, они сконцентрировались в этих центрах, и там же сконцентрировались пациенты. Потому что, по всей видимости, невозможно у каждого врача диагностировать и лечить экстрапиамидные нарушения. Вот, для этого необходима специализация. Вот, эта специализация требует того, чтобы были в каждом регионе свои клиники и свои врачи, которые специализируются в этой области. Ну, да, как эпилепсия, как рассеянный склероз, так же... Я бы сказал, что в большей степени даже, потому что здесь, здесь, может быть, больше внимания можно уделять вот именно передаче знаний. — Александр Иванович, ну, я не знаю человека, который не знает, да, Хена и Яра шкалу, да, и, в общем, эта шкала впервые была здесь. Я нашла фотографию как раз из журнала, где Маргарет Хен и Яр вместе. — Нелзин. — Да, да. В 1967 году создали эту шкалу, которая сейчас является, да? — В 1967 году. Голосов был нежкой раньше, очевидно. — Вообще, Маргарет Хен считается, что она такая, наверное, одна из редких женщин в то время, которая вот стала настолько известной, настолько внесла, скажем так, в свой вклад в изучение экстрапирамидных нарушений. Сейчас есть женщины в русских селениях, есть женщины в неврологии, которые вас восхищают и которые вносят какой-то вклад действительно важный в формирование нашей отрасли? — В области экстрапирамидных нарушений. — Да, можно в области неврологии. Вы меня поймали. И это вопрос, который вызывает у меня... Нет, женщин действительно много, но чтобы сказать, что кто из них вызывает восхищение, многие вызывают у меня восхищение, в том числе и те, кто занимается областью экстрапирамидной патологии. — Вы предложили новую систему... — Да, безусловно, я вспомню. Это Джоан Вардлоу, она не занимается экстрапирамидными нарушениями, но это сосудистый ангионевролог, она занимается сосудистыми нарушениями, и действительно, каждая ее работа — это совершеннейший прорыв в изучении ангионеврологии, вот особенно в изучении болезни мелких сосудов мозга. — Олег Семенович, Вы предложили новую систему стадирования болезни Паркинсона, да, «Москва» называется. Не могли бы поподробнее рассказать про нее? — Да, спасибо. Вот это шкала, которая действительно родилась из потребностей клинической практики. Дело в том, что вообще, когда мы наблюдаем за болезнью Паркинсона, когда они приходят на прием, то мы всегда их оспрашиваем о состоянии моторных симптомов и меньше внимания уделяем всем другим симптомам, которых на самом деле очень много, и болезни Паркинсона, и многие из которых определяют чаже состояние больного. Мы почему об этом забываем? В том числе потому, что об этом не надо писать в диагнозе. А вот когда мы должны были писать в диагнозе, отражать в диагнозе вот эти дополнительные сенсорные или когнитивные, или вегетативные симптомы, мы тогда бы в большей степени их выявляли, в большей степени опрашивали больных, ничьи соответствующих жалоб, больше бы внимания уделяли именно этой части клинической картины. И поэтому вот мы решили, чтобы у нас, когда была формулировка диагноза, у нас учитывалась не только шкала Хен-Яра, которая отражает моторные симптомы, но и нашло отражение в диагнозе и осложнение лечения, это те моторные флюктуации дискинезии, которые связаны с длительной терапией реводопой, сенсорные нарушения, включая нарушения сна и хронической усталости, когнитивные симптомы, вегетативные симптомы, эффективные симптомы. Каждый из этих сегментов оценивалось с помощью единой 4-бальной или 5-бальной шкалы. И, соответственно, мы бы писали в заключении, в диагнозе, Вот примерно так, как мы пишем иногда диагноз при злокачественных новообразованиях, по особой системе классификации ВОЗ, мы пишем, что основная опухоль такая-то, стадия лимфоузла такая-то, метастаза такая-то. Также мы пишем моторные симптомы по шкале Хен-Яра 1, 2, 3, 4, осложнения, там, 0, сенсорные, 2, если у больного выражены боли или нарушения сна, когнитивные симптомы, соответствующие тяжести, его состояние вегетативные и эффективные. Причем, надо сказать, что мы совершенно не ожидали, но последовательность вот этих частей шкалы, она выстроилась в слово «Москва». И таким образом вы с помощью этого слова получаете возможность не забыть, вспомнить про вот этот или другой симптом. То есть, когда вы пишете «Москва», вы сразу понимаете, что вам надо оценить осложнения терапии, сенсорные нарушения, когнитивные нарушения, вегетативные или эффективные нарушения. Поэтому, на наш взгляд, это очень прагматичная шкала, и она должна максимально широко применяться в манической практике. Она очень простая. Но зато, когда вы видите эту шкалу, то есть результат этой шкалы, то перед вами уже стоит портрет больного. В большей степени, чем если бы у вас была только оценка по шкале Хиньяра. Хиньяра, да. Более такой развернутой можно оценить пациента и обратить внимание на те симптомы, которые, в общем, часто не обращают внимания. Олег Семенович, ну вот все-таки центр экстрапирамидных заболеваний на кафедре при ЦИУ, да, при Институте усовершенствования врачей, он, по сути, наверное, первый в нашей стране, да, центр, который вообще занимался экстрапирамидной патологией. Билл-Срун был первый центр, который занимался экстрапирамидной патологией, но это был вообще один из первых специализированных центров в области неврологии в нашей стране. Вот на тот момент существовал разве что центр вегетативной патологии, который создан, был Гращенковым и Александром Исеевичем Вейном, но ныне уже, по всей видимости, центра не существует. Это наш центр, тем не менее, хотя он существует уже 42 года, он до сих пор существует, он до сих пор активно работает. И он был создан благодаря, прежде всего, усилиям Льва Сергеевича Петерина. Он был создан на базе кафедры неврологии российской, Медицинской академии противополного образования, тогда это был центр, Центральный институт совершенствования врачей. И он назывался всесоюзным. И в центре было несколькое направление в деятельности. Это и консультативная деятельность, которая была очень большая. До сих пор центр за год, очевидно, принимает не меньше 4 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона. В какой-то степени это мекка для больных с болезнью Паркинсона. Александр Алексеевич Вейн когда-то, когда он говорил о тех годах, которые он провел в нашей кафедре, он тоже начинал с Боткинской больницы, говорил, что в те годы это была мекка для больниц с рассеянным склерозом. Поскольку первым руководителем нашей кафедры был Михаил Семенович Маргулис, и с тех пор там очень активно лечили рассеянный склероз. Но с тех пор прошло много времени, и до сих пор наша кафедра, наш центр является меккой для больных с болезнью Паркинсона. Как сейчас он называется? Он называется Центр экстремпирамидных заболеваний при Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Я хочу показать книгу, которая была выпущена к 40-летию с Центра. Получается, через три года будет 45 лет Центру. Алексей Милович, вы же вице-президент национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения. Общество в 2008-2009 году у нас организовалось. Скажите, пожалуйста, в целом в чем заключается работа общества? То есть проводятся же школы, обширная образовательная программа. Те люди, которые занимаются экстремпирамидной патологией и двигательными расстройствами, это особые люди. Они тянутся друг к другу. Их не так много в нашей стране, их может быть около ста. Кстати, должен сказать, что все они так или иначе проходили обучение на нашем кафедре, на нашем Центре. И если человек не проходил обучение на нашем Центре, как правило, он недолго работает на ниве экстремпирамидных нарушений. Эти люди тянутся друг к другу. И, соответственно, совершенно гармонично, естественно, было то, что они организовали общество, которое возглавил Сергей Николаевич Иллариошкин. Вот это тот случай, когда был настоящий буйный, которых было, как всегда, мало, но он попался в им и действительно стал божаком этого общества. Он президент национального общества по изучению болезни протенционной. И благодаря его очень энергичным усилиям общество существует уже 12 лет. И действительно сыграло очень большую роль в том, что были организованы национальные конгрессы по изучению болезни протенционной и расстройств движения. Их было четыре. Это были очень такие значительные форумы, которые действительно сыграли очень важную роль в развитии этой отрасли неврологии в нашей стране. Действительно идет очень большая образовательная работа. Она заключается и в том, что мы в рамках деятельности общества проводим свои образовательные циклы. Такие образовательные циклы проводятся в центре неврологии. В рамках деятельности общества были уридизированы, переведены на русский язык целый ряд шкал, которые в международной практике используются для оценки тяжести экстрапирамидных нарушений. В рамках деятельности общества разработаны рекомендации по лечению болезни Паркинсона, которые были изданы в специальном издании, в котором Теремиталлина тоже приняла участие. Алексей Милович, у меня такой вопрос. Все-таки, если смотришь, в международной печати есть несколько журналов, специализированных на экстрапирамидной патологии. В России конкретного журнала, посвященного двигательным экстрапирамидным расстройствам, нет. Почему? Это большой недостаток. Я думаю, что его надо исправлять. Но это связано с тем, что действительно здесь некоторый недостаток в настоящее время денежный, что-то материальный. Финансовый. Здесь, я думаю, что в этом проблема. Потому что, если мы с вами решим, сколько у нас потенциальных читателей этого журнала, то их достаточно много. Ведь в нашей стране, по меньшей мере, около 18 тысяч неврологов. И если бы хотя бы даже половина из них читали этот журнал, то в этом случае действительно он был бы окупаем. Другое дело, что сейчас в рамках деятельности центра издается такой специальный небольшой журнальчик. Он, конечно, не является таким настоящим, полноценным клиническим журналом. Но, тем не менее, он в какой-то степени закрывает недостаток этой регулярной литературы, посвященной расстройствам движения. Олег Семенович, выбор препаратов для лечения болезни Паркинсона достаточно широк. У нас ситуация немножко складывается другая. Как вы видите вперед? Как-то будет легче? Ну, легче точно не будет. Легче вообще не будет. Трудно себе представить, чтобы было. Вообще, надо сказать, что то, что происходит с Леводопом в нашей стране, это никуда не годится. Потому что у нас пропадают самые качественные препараты Леводопа, Ком и Модопар. У нас остаются очень низкокачественные препараты, которые ни в коей мере не заменяют эти качественные препараты. А больные, которые, особенно на развернутых стадиях, очень чувствительны к замене препарата и вообще очень чувствительны к его качеству, они иногда живут только на вот этом препарате. Если он им не подходит, всего тех или иных причин, для них жизнь кончается. Поэтому вот дело не в том, что мы хотим, чтобы у нас были более дорогостоящие препараты или какие-то обязательные европейские препараты, дело в том, что качество препарата означает жизнь для этих больных. И поэтому вот этому надо уделять особое внимание, надо объяснять нашим аминистративным структурам, что заботой о том, чтобы препараты Леводопа были у нас высокого качества, должны заниматься эти люди достаточно интенсивно. Потому что без Леводопа у нас лечение больниц Брежни-Паркинсона представить себе невозможно. Меня совершенно поразила статья, которая недавно вышла в 2020 году по поводу Леводопа в большинстве стран Африки. И там написано, что действительно препарат, например, либо не зарегистрирован в части стран, либо он есть, но стоимость такова, что в статье были представлены данные, что 48 долларов стоит препарат, а человек живет в среднем на 2 доллара в день. Для большинства людей, страдающих паркинсонизмом, это совершенно недоступно. И вот бархатную фасоль, которую выращивают эти пациенты, таким способом получают лечение. Жители Африки в силу особенностей нарушения или особенностей пигментного обмена более устойчивы к болезням Паркинсона. Поэтому эта проблема для них не столь значима. Но тем не менее, действительно, больные с болезнью Паркинсона есть везде, в любой стране. И у нас, к сожалению, ситуация постепенно сползает к африканским. Поэтому надо этому обязательно уделять особое внимание. Олег Семенович, вам фильм «Пробуждение» нравится? Безусловно, мне нравится фильм «Пробуждение». Мне нравятся все книги, которые написал Оливер Сакс. Оливер Сакс – это знаменитейший американский врач-невролог, который решил популяризировать неврологию написанием книг, в которых человеческим языком очень интересно, очень интригующе написано про секреты, про тайны неврологии. И не случайно, что его книги пользуются очень большим успехом в нашей стране, в том числе русские переводы. В том числе и та книжка, по которой сделан этот фильм «Пробуждение». Здесь надо обязательно отметить, что речь-то идет не о больных с болезнью Паркинсона в этой книжке, а о больных с постэнцефалитическим паркинсонизмом. Постэнцефалитический паркинсонизм сейчас вновь вызывает особый интерес, поскольку первые, собственно говоря, случаи постэнцефалитического паркинсонизма не появились спустя несколько лет после того, как развилась эпидемия испанки или пандемия испанки. Сейчас все сравнивают нынешнюю пандемию с пандемией испанки. Эти больные, по сути дела, они дожили до 50-60-х годов, они все потихонечку выбирали. Сейчас нет ни одного больного, который бы страдал в результате эпидемического энцефалита это постэнцефалитическим паркинсонизмом. Но что самое интересное, до сих пор же не был обнажен возбудитель и совершенно непонятно, то ли это отдельный вирус, то ли это специальное осложнение испанки, то есть осложнение инфекции вирусом гриппа. Вот как бы мы не имели в качестве второй или третьей волны вот такую же волну, которая связана с появлением регенеративных заболеваний. И вот это не может не вызывать беспокойства в настоящее время. Поэтому вот эти исторические факты надо помнить. Но в фильме, конечно, удивительно написано. Это вот как раз преображение, да? Ну да, люди, которые в течение многих лет, они вот так же, как в доме для престарелых, где я решил стать специалистом в области пирамидных нарушений, они были прикованы к постели, они были абсолютно в разных видах, в разной форме, их жизнь была очень тяжела, у них появилась надежда в связи с появлением препаратов Криводопа, они на какое-то время обрели чувство, что у них все пройдет, что они становятся здоровыми людьми, а потом, к сожалению, спустя несколько месяцев или лет у них возникли тяжелые осложнения, которые вернули их обратно. Вот такая очень драматическая история, но, к сожалению, она продолжает повторяться, на примере больных с болезнью Паркинсона, которые вначале получают эффект от препаратов Криводопа, а потом все-таки препараты Криводопа начинают немножечко ослаблять свою полезную функцию. Здесь нам приходится всячески пытаться подпереть эффект препаратов Криводопа с помощью других препаратов, с помощью других методов лечения. И сейчас у нас есть, например, такие методы лечения, как эмоциональная нейрохирургия. Криводопа Криводопа у нас специально занимается. И это возможность удлинить, сделать применение препаратов Криводопа более длительным. Это вот появившиеся в последние годы и наконец-то вроде бы дошедшие до России возможность лечить с помощью помпы с опаморфином. Морфиновая помпа – это еще одна возможность удлинить действие препаратов Криводопа. То есть в России появилась эта возможность? Ну, пока еще не появилась, то есть считается, что она появится в ближайшем будущем, в самом ближайшем будущем. И в этом случае, кстати, это будет еще одно подкрепление под систему центров или клиник экстрапирамидных нарушений и расстройств движения, потому что без системы таких центров, внедрение вот этой системы, которая основана на применении помпы с опаморфином, просто невозможно. Там должна быть создана фигура, которой еще не было у нашего здравоохранения, фигура медсестры по болезни паркинсона, которая наблюдает больных на дому, которая смотрит, правильно ли вводится помпа, правильно ли меняется помпа, и это действительно будет в какой-то степени революция в лечении болезни паркинсона. Мы все с очень большим напряжением, немножко с очень большой радостью ждем, когда же у нас появятся вот эти помпы с опаморфином. Надо сказать, что в последние годы, вот на Западе, надеюсь, что они появятся и у нас, появились новые формы с леводопой. Это препараты леводопа длительного действия. Пока, к сожалению, те препараты длительного действия, которые разработаны на сегодняшний день, не позволяют добиться стойкого эффекта, но есть препараты, которые позволяют добиться хотя бы быстрого эффекта. Вот это возможность применять леводопу в форме спрея. То есть спрей – это действительно совершенно замечательное устройство, которое позволяет очень быстро получить эффект. Если у больного возникло застывание, если у него возникло выключение, возможно себе пыхнуть вот это спреем, и состояние больного резко улучшится. Поэтому здесь есть разные подходы новые. Но, к сожалению, до сих пор мы не можем найти вот тот способ, который бы позволил нам задержать прогрессирование болезни пулькинсона. А без этого, к сожалению, все наши способы, они будут ограничены своей эффективностью. Какие-то перспективы в этом отношении, вы какие-то прогнозы выстраиваете все-таки на ближайшие десятилетия? Ну, прогнозы, я думаю, что могут быть выстраиваны, и есть надеживающие даты. Они прежде всего связаны с успехом маникулярной биологии, которые позволили выявить различные генетические формы болезни пулькинсона. Болезнь пулькинсона – это не одна болезнь, по сути дела это синдром. Это синдром, который может возникать в рамках очень различных логических форм, каждый из которых характеризуется своим маникулярно-биологическим дефектом. Вот не будет единого лекарства для всех форм болезни пулькинсона. Каждая генетическая форма будет требовать своего подхода. И вот сейчас появились надежды, что особый подход может быть необходим с тем заболеванием, которое связано с дефектом гена глюкоцеребразидазы. Глюкоцеребразидазы, и там появились данные, что такой простой препарат, как амбароксол, который применяется в пульмонологии, он, собственно говоря, ширяет бронхи или способствует отхаркиванию. Вот он может при дефекте гена глюкоцеребразидазы оказывать положительный эффект, который, может быть, имеет нейропротективные в своей основе аспекты. К сожалению, вот те прямые исследования, которые были проведены на сегодняшний день, не показывают, что эффект амбароксола уже достаточно доказан. Но, с другой стороны, вот сейчас разрабатываются подходы к применению амбароксола в более других дозах, чем применялся до этого. Не надо скупать амбароксол всем пациентам с болезнью Паркинсона, потому что вы не знаете, в какой дозе надо его принимать, и поэтому вряд ли вы получите от него пользу. Это все-таки дело не от некого будущего. Будем надеяться, что не очень удаленного. Алексей Медович, вот ваша книга «Неврология», которую, я не знаю, настольная книга, наверное, всех неврологов нашей страны. Скажите, пожалуйста, на сколько уже переизданий прошло? Двенадцать. Двенадцать? Двенадцать. Двенадцать. А как вообще идея ее создания? Как это было? Была идея сделать такой исправочник, который бы был нужен мне самому. Самому. Ну, я скажу, что все ваши книги, они-то как настольные, да, по лекарственной терапии, настолько... Их удобно положить в карман, они всегда есть на рабочем месте, всегда удобно заглянуть. Алексей Медович, ну и в завершении нашей программы, наверное, последний вопрос такой, о чем вы мечтаете? Что позволяет вам не выгорать? Что позволяет вам вот любить профессию, быть в ней, не уставать? Вот если у нас не будет тех пациентов, которым нам было удалось помочь, тем не будет другим способом. Вот врач никогда не сможет долго работать. Вот врач не сможет работать в том случае, если он не помогает больному. Если к вам приходит пациент, который говорит, или родственник пациента, который говорит, что удивительно, но больному стало лучше, даже если вы не очень понимаете, почему ему стало лучше, тем не менее, все равно вы чувствуете, что вы какую-то роль играете в этом мире, и поэтому вот это действительно единственное, что может сделать нашу жизнь более длительный и более комфортный. Вот это возможность помогать. Причем это без лишнего фафоса надо понимать, поскольку кому-то удается помочь, кому-то в меньшей степени удается. Но если бы не было вот этих приятных минут, даже за неделю, если вам удалось оказать какую-то пользу какому-то одному больному, это уже достаточно для того, чтобы жить. Олег, спасибо вам огромное за то, что вы согласились прийти на передачу, за то, что было очень интересно с вами побеседовать. Теперь я знаю, что все-таки экстрапирамидные расстройства надо оставить. И, кстати говоря, мы говорили о шкале хен-яра, часто ставят стадии хена-яра, то есть хен не склоняется, правильно я понимаю? Маргарет. Да, потому что женское имя не склоняется. Женское имя не склоняется. Огромное вам спасибо. Спасибо, Екатерина Витальевна, и за ваши усилия по продвижению нашей темы, нашей общей темы, и за цикл передач, который вы сделали, делаете. Это очень важное значение имеет, и будем надеяться, что вас будет сопровождать успех. Будем надеяться, что этот цикл будет интересен для наших коллег, для врачей и неврологов. Да. Спасибо. 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 Продолжение следует...